Сядьте, пожалуйста, на стул, удобно, как вы хотите. Можете облокотиться о спинку стула, можете сесть на краешек. Сядьте комфортно. Раскрестите руки, пожалуйста, на нижнем дантяне. Полностью расслабьтесь, направьте ваш взор, внимание, нижний дантянь. Там, где у вас есть болячка или место, которое болит, направьте туда свое сознание. Пусть оно лечится, уходит. Используя силу вашего сознания, говорите себе, что я здоров, болезнь уходит. Направьте все ваши мысли и взор в нижний дантянь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 как буянфа, а в чём оно заключается, что мы пополняем энергию почек. А также, например, упражнения, бесформенное собирание энергии. Как делать пополнение энергии? Можете лежать, можете сидеть. А можете стоять, можете сидеть. А потом внимание и внутренний взор направить на точку минмен и область почек. Представьте, как будто точка минмен и почки это ворота, и они открываются. И энергия космоса, она как будто под давлением входит в ваши ворота, в точку минмен. Очень быстро ты чувствуешь, что 2 сны ворота, как пауза, как пауза. То есть, выполняя это упражнение, можно почувствовать, что почки как будто становятся тёплыми и наполняются такой тёплой энергией. Очень комфортно становится в теле. А потом, то есть, жар переходит в холод. А так как вообще по своей природе почки они прохладные. Пауза То есть, можно их использовать как бы объединить с другим упражнением, когда вы растираете руки, да, и кладёте их на какую-либо часть тела, например, на почки. И сан м女 огунха Всего 3 способа выполнения этого упражнения Мы сначала начнем с более простого. А вот, quests Самое важное важное – фу-чи-би-гу. А еще мы будем изучать такую тему, как бигу и питание с помощью энергии. Фу-чи-би-гу – это даотский способ питания энергии. Что такое бигу? Это даотский способ питания энергии. А раньше, например, древние даосы могли практиковать эту практику, когда у них происходило объединение неба и земли, то есть объединение донтьяний. Фу-чи-би-гу – это даотский способ питания энергии. Что такое питание энергии и бигу? Это когда вы перестаете кушать злаки, зерна, то есть пять злаков, а также мясо. А если вы не едите злаки и зерна, тогда что делать? Фу-чи-би-гу – это питание энергии. То есть это энергия, которая непосредственно приходит из космоса, чистая жизненная энергия. То есть вы берете силы из космоса. Фу-чи-би-гу – это есть уровень уровня. Фу-чи-би-гу – это есть уровень уровня. Фу-чи-би-гу – это есть уровень уровня, то есть у лапы, а также у него их не едят, злаки и остальную еду вы как бы немножко можно принимать лекарства и есть чуть-чуть фруктов. А вторая особенность – это второй уровень, когда вы вообще не едите фруктов, а пьете только воду, немного воды. Третья – когда вы не пьете, не едите и не употребляете никаких фруктов, пьете только энергией из космоса. То есть есть большая цель, есть маленькая, то есть мы сейчас… вы можете, например, есть немного фруктов и пить воду. То есть с помощью этого метода можно как омолодиться и продлить себе жизнь, а есть еще такое бегу, когда оно происходит естественное, естественное бегу, когда человек просто не хочет есть. То есть не нужно использовать свое сознание или какие-то лекарства, все происходит естественным образом. То есть, например, некоторые люди после того, как практиковали некоторое время цигун, смогли обнаружить такой феномен, что они могут питаться энергией и не кушать обычную еду. А есть некоторые люди, которые с рождения не едят. То есть, например, в Пекине у мастера есть одна ученица, которая вот с девяностого года занимается. Ну, то есть, ну, как бы она, скажем, особенно очень много не занималась, просто вдруг поняла, что она вообще не хочет есть. То есть, с того времени и по сей день она не ест. Она не ест и не пьет. Тогда у джан любви, его дима. У нее нет никаких проблем. То есть, в Пекине на протяжении трех месяцев ученые наблюдали за ней, за состоянием ее здоровья и также состоянием почек все было хорошо. И как бы то, чего она достигла, это то, что все ее болезни ушли, то есть она излечилась. То есть, за все это время с девяностого года эта женщина уже успела, то есть закончить университет и сейчас она работает врачом и все еще находится в очень хорошем состоянии. В Китае есть еще один человек, женщина, которая практиковала это упражнение. А ее муж полицейский. То есть, занимаясь практикой, она вошла в состояние естественного бегу, то есть все происходило естественно. Восемь лет она не пила и не ела. Но через некоторое время она начала кушать фрукты. То есть, это имеет очень хороший оздоровительный эффект. Бина и шишем из. Бина. То есть, когда у всех есть необходимость потреблять, кушать еду, а вы не едите, все с вами в порядке. То есть, можно овладеть как бы вот таким вот необычным способом долголетия. Муж тоже ее встал, а прийти на высоте? Муж не наняна Чин Ча. Это человек, это муж. Он не любил бегу. Он не любил бегу, конечно? Нет. Он не любил бегу. Она даже не любил бегу. Я на самом деле с очень много шансов. У меня есть учитель обучение. В прошлом случае даже много таких людей. Учитель много людей. Часто сам учитель практикует бегу в год? А, потому что они не могут быть в бегу. Мы должны быть в бегу. Мы должны быть в бегу. Мы должны быть в бегу. Например, все зависит индивидуально. Если учитель постоянно ведет семинары, то он не может практиковать бегу. Но когда мы не участвуем, мы должны работать в бегу. В ходе в бегу мы должны быть в бегу. Например, когда нет семинаров и занятий, и учитель начинает заниматься, то тогда он может практиковать бегу. Например, 14-21-49 дней. Мы делали трехдневное, 14-дневное. Умерть на протяжении двух, трех, пять, семи дней, Бегу ваше тело может реагировать не очень комфортно, вам может быть очень некомфортно. Но это нормально. Ваше здоровье, ваше внутреннее состояние приходит в более гармоничное. В нашей практике это не считается очень высоким упражнением высокого уровня. Обычное упражнение. На самом деле это очень просто. Если вы хотите делать Бегу, то делайте это. Но следует знать и овладеть несколькими вещами в этой практике. То есть способ выполнения следующий. Первое – это программирование себя. Смотрите, когда мы занимаемся практикой, все начинается с нашего сознания. То есть это не значит, что вы уходите в отпуск, когда делаете Бегу. То есть вы можете жить, продолжать ходить на работу, все нормально. Что такое программирование? Например, «Завтра вам нужно начать Бегу». И вы сами себе говорите, программируйте, «Мне сегодня нужно начать Бегу». С завтрашнего дня. С завтрашнего дня. С завтрашнего дня. То есть вы сами решаете и программируете себя. Это будет три дня, семь дней, четырнадцать или двадцать один день. С завтрашнего дня. Второе – когда начать? Бегу нужно питаться энергией во время практики бегу. Ее можно и вдыхать, и есть, и пить. Итак, вы можете задать вопрос – я сейчас внезапно бегу, будут ли у меня какие-то проблемы? Если вы не понимаете людей, то вы не понимаете. Например, если вы не понимаете, чем вы занимаетесь до конца, то и ваше тело будет реагировать подобным образом. Вы должны знать, что в первом степени мы используем человеческие и человеческие и человеческие и человеческие исследования. И вы изучали воздействие биополя, то, как оно воздействует на внутренние органы. То есть внутри и вокруг вас присутствует биополе, оно также и согласуется с вашими биочасами. То есть если вы не понимаете, что это, то и результат будет не очень хороший. Проводили следующий опыт в Китае. Проводили следующий эксперимент над двумя спортивными командами. Всего было три испытуемых. Первая группа, как обычно, много пила, много ела. Вторая группа, она как бы ела здоровую пищу и ела умеренно, не очень много, но и не очень мало. А третья группа, она как бы ела очень мало. Ну, в конце концов, вы увидели, что в результате третья группа была наивысшей. Ученые обнаружили, что малое потребление еды довольно-таки положительно сказывается на здоровье и продуктивности людей. А вот, например, первая группа испытуемых, ее результаты упали и показатели здоровья тоже. То есть, например, ученые также обнаружили, что в желудке человека присутствуют азотобактерии, которые адсорбируют воздух, очищая его и ионизируют. И также, как бы, они выделяют аминокислоту и протеины, то есть полезные и нужные для здоровья человека. То есть, все это нужно и необходимо человеку для нормального существования. То есть, например, то, что обнаружили современные ученые и то, чем занимались еще древние даосы, полезность и продуктивность этого доказано. То есть, все учителя даосской практики занимаются этим упражнением периодически. Ученики всегда так же начинают практиковать это упражнение. Но есть отличия, например, что такое диета и бегу? Что такое бегу? Это пополнение энергии и оздоровление организма с помощью энергии. Это значит насмехаться над жизнью. Шутить, играть в жизни. Да, например, люди, которые сидят на диете, они могут похудеть, но у них нет сил. То есть, их жизненные силы, они падают. А, например, бегу это более совершенный инструмент. Мало того, что у человека улучшается здоровье, он чувствует прилив сил. И, в принципе, есть удачи, они не могут быть жареным. И, если вы хотите, что вы хотите, что-то обжарить. Можно варить взрыв, а потом будет их, есть и все. Да, вот можно их. Например, во время, когда вы на бегу, то нельзя есть мясо. Ой, нельзя есть масло. Вы можете варить овощи, либо напару их, и все. То есть, не растительное, не сливочное. Но это важно, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было. То есть если вы на бегу, то нельзя есть овощи как основную еду, на завтрак, на обед. То есть вы их едите совсем по чуть-чуть. То есть вы постепенно должны снижать количество потребляемой пищи, овощей или фруктов. Чем меньше, тем лучше. И вот отличия в питании вегетарианской кухни и обычная. То есть у человека и у животного, например, есть кислоты, необходимые для жизни. Аминокислоты. Например, когда вы едите мясо, оно приводит к тому, что вы хотите спать, вы вялые в течение дня. И третье, то есть у каждого животного есть душа, есть сознание. У каждого животного есть также сила своего сознания. Но как бы у всех оно разное, то есть у животных оно слабое, сознание слабое. То есть, например, когда его убивают и те страдания, которые оно испытывает при этом, оно может передать их человеку, который потребляет затем его мясо. Ну, например, когда вы потребляете мясо, то есть его токсины этого животного, его яда, они попадают к вам в организм, а он… То есть, животное и любое существо, оно обладает какими-то силами, то есть, например, это как ток, который течет у нас в проводах. Обычно мы, например, человек пользуются 220 вольт, используют для работы. Ну, например, когда человек здоров, или молод, и у него много сил, поедание мясо, то есть на него не влияет почти что. То есть, если человек продолжает есть мясо, то количество перерастает в качество. И, например, когда вы спите, вам могут сниться кошмары. То есть, это приводит к усугублению вашего эмоционального состояния. А, например, если кушать овощи и фрукты, то не будет таких проблем. Но этот вопрос не относится к нашему семинару. Нет, нельзя пить во время бегу ни йогурт, ни кефир, ни какие-либо другие молочные продукты. Никакое. То есть, даже бобовое молоко не пьется. То есть, все, что вы можете употреблять из напитков, это минеральная вода, и она должна быть не горячей, не холодной, очень холодной, просто комнатной температуры. Лучше всего минеральная вода. И, например, вы можете кушать немного фруктов, немного овощей во время бегу. Но не нужно, как бы, как это, входить в раж и увеличивать их количество. Все по чуть-чуть. Так как вы на бегу, это же цель бегу не только, например, похудение. То есть, не нужно превращать это в свой основной рацион потребления фруктов. Если вы думаете, что вы не можете, как бы, провести бегу, то и не надо делать его. Конечно. Если вы только что делаете, для того, чтобы убежать тело, то вы можете не использовать бегу, а просто кушать. Это тоже. Например, если вы продолжаете практиковать, но не хотите делать бегу, то можно есть немного фруктов, немного овощей, и движение энергии в вашем теле тоже будет налаживаться. То есть, во время бегу ваш желудочный и кишечный тракт может избавиться от мусора и от шлаков. Учитель говорит, что это один из самых лучших способов избавления от шлаков в тонком, толстом кишечнике. Это один из самых лучших способов избавления от шлаков. Или можно делать спа. Все нам внутри типа. Что значит? Вы даже trước, когда Вас работали в бегу, должно быть найдено в бегу. Что важно в бегу до бегу, и после бега сп highlight Faari ­уйненец, если Ж는 то даже и у camera очень знаете, что者 из бега стра facts стали, Вы знаете, что сокращается сон, улучшается его качество. Вы спите очень мало, но при этом ваше тело здорово, наполнено силой, а ваш дух светится. То есть ваше внутренние органы, ваше тело приходят в гармоничное состояние. Это, ваше тело, ваше тело, ваше тело, ваше тело ваше тело, если вы хотите перестать, то лучше. Присоединяйтесь на канал. Так как состояние кожи непосредственно связано с состоянием ваших внутренних органов. То есть она тоже расцветет. Станете еще красивее. То есть здоровье и красота это все начинается и находится в ваших внутренних органах. То есть, например, во время бегу нельзя пить горячую воду, но и нельзя пить холодную. То есть, например, когда вы пьете горячую воду, то ваш желудок начинает активно сокращаться, выделять желудочный сок. А например, кипяченая вода это тоже не очень подходит. То есть вы должны запомнить, даже если вы не будете заниматься бегу, что очень горячая вода и кипяченая, это вредно для здоровья кипяток. То есть учителя говорит, что, например, люди, которые любят ходить в баню или в горячую сауну, то после нее, как это, люди чувствуют усталость. То есть происходит утечка энергии. То есть происходит утечка энергии. То есть, например, горячая вода приводит к такому же эффекту. То есть причина заключается, например, в том, что в России, например, большой резкий перепад температур. И когда поры после горячего душа или ванны очень раскрыты, то это плохо. То есть, а в квартире холодно или на улице, вы уходите на улицу. То есть это создает дискомфорт. То есть, если вы всегда уходите в сауну, принимаете горячую душу. То есть, например, если вы продолжаете ходить в сауну, принимаете горячую душу. В любом случае, вы можете делать упражнение преобразование ци. Тогда эта слабость будет уходить, и вы будете выполнять свою энергию. Например, если вы делаете бегу три дня или пять дней, то раз в месяц это можно делать спокойно. То есть, а если вы делаете, допустим, девятнадцать дней, то раз в полгода с такой периодичностью. Действительный способ – если вы делаете бегу три дня, то если вы делаете три дня, то вы делаете следующий бегу. Если вы делаете бегу три дня, то вы делаете три дня. То есть, нужно время для восстановления. Например, если время небольшое для бегу, то можно каждые три дня устраивать себе бегу. То есть, три дня вы поститесь, едите что-то легкое, а потом опять. То есть, вот таким образом. То есть, вы должны запомнить, что когда человеку очень жарко, то он легко засыпает. Легко, как бы, у него такая слабость возникает. То есть, очень сильный холод или очень сильный жар, все это повреждает внутренние органы и тело человека. То есть, не нужно, когда вы находитесь в бегу, нужно всегда помнить о своем сознании. То есть, то, как вы простроите свое бегу. От этого зависит его успех. Бегу, в конце концов, это связано с «кайку», 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 «кайку». А возникает другой вопрос, когда вы уже закончили заниматься бегу, как начинать есть? Ну, «кайку», то есть, когда вы уже закончили заниматься бегу, как начинать есть? То есть, выходя из бегу, вы должны потреблять что-то жидкое. То есть, там легкие-легкие супы, вода. То есть, как вы можете после трех-пяти дней кушать, все нормально будет? То есть, как вы можете после трех-пяти дней кушать, все нормально будет? Но категорически запрещено, например, после недельного бегу сразу кушать, начинать? То есть, здесь существует такая опасность, что когда вы начинаете сразу есть после бегу, активно и много времени, то ваш желудочно-кишечный тракт не успевает подстроиться под то, что вы едите легко. Таким образом, легко снова он может воспалиться, навредить себе, болезни могут появиться. Либо вы можете резко поправиться, так же, как вы похудели, например. Я приведу пример. Мы в 1994-1995 году в Китайском городе в 1994-1994 году проводили 14-дневный бегу в китайских горах. Это был темный ретрит, когда человек находился в темной комнате. И все окна и двери были забиты. Никто не мог войти. И ученики провели в темной комнате каждый по 14 дней. Внутри не было, например, никакой воды, они не могли пить. После окончания темного ретрита мы начали водить наших учеников по горам, то есть мы ходили по горам. И они занимались до поздней ночи, то есть до часа до двух. Когда они спустились с одной горы, там был ученик с Юннани. Он был очень низким ростом. Он, когда мы спустились с горы, съел очень большой шашлык из баранины. И на второй день его тело, подобно воздушному шарику, раздулось. То есть после этого он так больше не делал. После этого этот человек сильно-сильно поправился. То есть после того, как он поел поправился. В основном, он совершил длинный рост, особенно 14-19 дней. Но в начале ростовки, он должен сажать время. Длинный ростовек не нужно сжимать время. Он должен забыть, чтобы он хватает. Он должен сжимать время, и он будет не сжимать время. То есть, запомните, что, например, когда ваше Бигу носит долгосрочный характер, 14 дней, 21 и так далее, то вы должны обязательно после этого кушать, начинать есть потихоньку, то есть по чуть-чуть, для того, чтобы ваш желудок растянулся до нормальных размеров и не было проблем со здоровьем. Ну, например, мы начинаем делать Бигу, и на первый день ничего, а на второй вы испытываете чувство голода, что делать при этом? Он который будет processo, который будет действовать при этом. Поэтому, это то, что мы можем продолжать. Мы можем резать три дня после этого. Понимаю. Вот, например, вы запрограммировали себя, свою Бигу на три дня, на второй день вы чувствуете острое чувство голода. Ваш организм перестраивается, он привык жить по тому, как вы жили до этого То есть, допустим, в 2-30 дня вы очень хотите есть Но нужно запрограммировать себя таким образом, что я делаю бегу не 3 дня, а 3,5 дня Например, если вы 7 дней планируете делать бегу То еще добавляете половину, то есть 7,5 дней То есть, если вы планируете делать бегу, например, от недели длинная То прежде всего вы должны расслабиться То есть, чтобы помочь себе, можете призывать к себе учителя, который вас учил и повторять его имя То есть, вы занимаетесь практикой во время бегу И вот Джан Лао Ши, вы его призываете, представляете себе его образ И просите его Джан Лао Ши, пожалуйста, помоги мне пройти успешную бегу То есть, если вы начинаете бегу в бегу, то есть, что мне нужно делать в это время Какие заболевания у меня есть, как мне излечиться от этого Ну, если у вас не хватает, то не делайте длинное бегу То есть, попробуйте сначала 3 дня и постоянно себе говорите, повторяйте Я делаю бегу, я на бегу Хорошо, фути-бегу的大致内容 мы уже介绍完了 Потому что фути-бегу, это очень важная степень для пациента Поэтому это очень важная степень для пациента Поэтому,不管 мы обращаемся, мы будем делать много времени То есть, мы сейчас заканчиваем обсуждение Обсуждение темы бегу, и переходим к другой Хорошо, сейчас мы сделаем простое упражнение, а после этого будет небольшой перерыв То есть, первое, как мы уже сказали, это оздоровление Второе, то есть, его ученики умеют лечить То есть, у них появилась такая способность Ну, как бы в этой практике у них развиваются способности А потом, далее самое важное То, что эта практика помогает войти в состояние тишины То есть, когда вы нарабатываете силу своего духа Которая вам позволяет преодолевать трудности И собственные эмоции То есть, вы их можете контролировать не только в медитации Но и в обычной жизни Вот так И что касается этой темы, например, даосы для того, чтобы объединить человека с небом Используют обязательно эту практику А вот, например, когда Даосы, бессмертные даосы, да, достигали очень высокого уровня Когда их душа, вот бессмертный зародыш, то есть, мог выходить из тела То есть, они путешествовали в разных мирах, да, в космосе То при этом их тело не могло физиологически, то есть, при этом есть То есть, они практиковали это упражнение Сможете Давайте разотрем точку даджуэй Прохлопаем голову И после этого небольшой перерыв Смотрите, пот у кого есть точки даджуэй После перерыва мы будем практиковать Большой Небесный Круг Большой Небесный Круг